МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыкант в Соединенных Штатах, впитав в себя все богатство музыкальных культур от России, Западной Европы и Балкан до Ближнего Востока и Америки. Его виолончель, в звучании которой можно различить то волынку, то ситар, то колесную лиру, поет голосами всего мира, как и ее хозяин поет на 15 языках. Каждое его выступление – это безудержный поток энергии, который он способен высвобождать из любого музыкального материала, будь то сюиты баха, танго, джаз или русский фольклор. Благодаря его виолончели мы словно совершаем магическое музыкальное путешествие во времени, пространстве и вглубь самих себя. С помощью уникальной авторской техники Ян Максин может одновременно играть басовую и солирующую партию, а иногда и отбивает ритм по деке инструмента. За годы своей карьеры он завоевал любовь публики на пяти континентах и сотрудничал с такими звездами, как Андреа Бачелли и Стинг. Секретные материалы тульских мастеров в Пермском театре «Кукол». В новом сезоне Пермский театр «Кукол» подготовил подарок для школьников – премьеру спектакля «Левша» по сказу Николая Лескова. Режиссер Петр Зубарев, художник-постановщик Елена Наполова. Постановочная группа спектакля «Левша» вслед за писателем не теряет веры в народ, в его силу и нравственные принципы. А за завесой иронии, юмора и нереальности некоторых событий раскрывает множество проблем трагического характера. Действие спектакля разворачивается вокруг ювелирно исполненной бложки – образчика искусства. И пока чиновники и простой люд спорят, чьи мастера все же лучше – наши или заграничные – жизнь самородка «Левши» становится всего лишь разменной монетой в этих спорах. Настолько мелкой, что и в мелкоскоп ее не увидишь. В киноцентре «Премьер» работает выставка «Подражание стилю», которая представляет творческие работы учащихся курса «Графический дизайн. Чудо школы дизайна». Экспозиция посвящена современным стилям интерьера. В ней представлено более 30 авторских работ на тему интерьерной и архитектурной графики. Современный мир показывает необходимость дизайнерских идей во всех жизненных областях. Дизайн подразумевает под своим понятием достаточно много аспектов. Чертеж – проект, эскиз, замысел. И включает в себя особую область искусства – конструирование предметного мира по законам композиции, эргономики, практичности и красоты. В стиле интерьера не только специфическое оформление пространства, но и стилизация, творческая интерпретация стиля с сохранением его характерных особенностей. Курс «Графический дизайн» не ограничивается разработкой фирменного стиля. Он предполагает и работу с объемными архитектурными композициями, куда входит и дизайн интерьера. Рождение и смерть – невероятный опыт, а жизнь – ускользающее наслаждение. Выпускники Академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория, которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит зловещий хаос, и спасение можно найти, только отдав свою душу танцу. Для одних эта ночь обернется суровым испытанием, а другие познают настоящий экстаз. Экстаз – название премьеры в киноцентре «Премьер». Его автор – одиозный режиссер Гаспар Ноэ. Но мы предлагаем вам не верить аннотациям на слово, а самим проверить содержание послания автора. Приятного просмотра не обещаем, но емкость высказывания гарантируем. Не упускайте возможности провести свои выходные увлекательно, иначе будни вам этого не простят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова